Здравствуйте! Это программа интервью в студии Татьяны Потанина. Ситуация с коронавирусом в Красноярском крае, да и вообще по всей России сейчас очень сложная. Нагрузка на врачей колоссальная. И, конечно, в последний месяц резко возросло количество обращений в скорую. Вот сегодня будем говорить о том, как обстоят дела в Красноярске на этот счет. И по каким случаям вообще не стоит звонить, возможно, в скорую помощь и тревожить врачей. В гостях у нас сегодня Сергей Скрипкин. Здравствуйте! Здравствуйте! Главный врач станции Красноярской скорой медицинской помощи. Сколько сейчас обращений к вам сыпьется каждые сутки? Допустим, сравниваем с октябрем 2019 года. Если вот первое взять точку, то сейчас у нас где-то больше процентов на 20 вызовов. Если было где-то 1000-1100 вызовов в это же время, год назад, то сейчас у нас 1350, ну почти по 1400 выходные дни. И в рабочие дни где-то 1250-1270 вызовов. Вот за вчерашний день 1250 было. Скажите, а если с периодом, когда мы сидели все на карантине, и тоже очень сложная обстановка была, да, возьмем май, такая же примерно ситуация или еще хуже, сложнее? Сначала был у нас подъем вызовов, а потом у нас был резкий спад вызовов. Связывали это с тем, что люди, сидящие дома, на карантине, в самоизоляции, просто не вызывали скорую помощь, потому что у них был какой-то страх от того, что от медицинских работников можно точно так же заразиться, когда они были на одном вызове, и там, возможно, больной с коронавирусом. Но потом люди посмотрели, что все это не так, люди летом начали расслабляться, и у нас рост вызовов опять июнь-июль, большое количество было, большое количество пневмонии было, и потом в августе опять небольшой спад был, где-то до середины сентября, до начала сентября, и во второй половине сентября, и сейчас октябрь опять подъем. ОРВИ, сезонные заболевания и коронавирус, большой процент занимают? Это наверняка не все из-за коронавируса. Естественно, вот, допустим, из 1250 вызовов, если вчера взять, то почти 200 – это ОРВИ и грипп. Я больше болею взрослые, чем дети, и помимо ОРВИ и гриппа еще много пневмоний. Где-то за вчерашний день у нас было около 170 пневмоний. Скажите, а врачей, персонала, машин хватает? 95 бригад каждый день, круглосуточно должно выходить на линию. Но в связи с тем, что медицинские работники – это такие же люди, и они точно так же заболевали. У нас одновременно где-то вот как раз июнь, май, июнь, июль, одновременно болело от 70 до 80 человек. Это больные, которые были у нас именно коронавирусом зараженные. Плюс контактные были еще, которые тоже садились на карантин. Естественно, мы работали не на 90-95 машинах и бригад было, а выходило у нас и до 70, и до 70-80. У нас переболело где-то около 210 человек за все время, за 7 месяцев, 7,5 месяцев. Из выездного персонала у нас около 700 человек. То есть получается, ну, практически 30% уже переболело. Ну, если говорить о коллективном иммунитете, ну, так, то есть некоторые у вас… Да, есть уже некоторые такой иммунитеты. Намного стали серьезнее сейчас относиться к собственной безопасности. Потому что болеют очень тяжело, болели очень тяжело. Мы все с тревогой наблюдали за теми, кто находился у нас в реанимации, медицинские работники. Очень тяжелые были. Но слава Богу и слава нашим стационарам, нашим госпиталям, нашим коллегам, которые помогли. И у нас не было ни одного такого тяжелого и, не дай Бог, летального случая. То есть все вернулись практически в строй. Все работают. И сейчас, если и возникают такие ситуации по заражению, это единичные. Сложно, конечно, болеть самому, да, и не медику. А если еще к тебе, простите, некому приехать, то это вообще, конечно, страшно. Сейчас каким образом свой же персонал вы стараетесь защитить? Потому что я слышала от своих знакомых, да, что на вызов приезжают в маске, в перчатках просто. И неизвестно, я вызвал фельдшера, да, и ко мне приехал, у меня есть коронавирус или нет. Ведь это ваш же специалист может дальше понести. У нас есть отдельные бригады эпидемиологические. Если там больной именно при выяснении, именно он ковидный, то доедут именно эти медицинские работники, которые уже облачены в специализированные костюмы. А на все другие вызовы, если диспетчер выясняет, что нет, там не было контакта, не было в семье никаких заболеваний. Да, да. То едет медицинский работник, но все равно средства индивидуальной защиты у него есть все. У нас запас сейчас мы создали уже на пять месяцев. Везде перчатки, маска, очки. Это обязательно обработка средствами. И если, допустим, пневмония или что-то даже не ковидное, обязательный халат, обязательная шапочка, бахилы. Сколько коронавирусных конкретно бригад сейчас работает? Увеличилось их количество? Сейчас работает шесть бригад. Начинали мы с четырех бригад. В марте месяце, 21 марта были созданы эти бригады. И сейчас шесть. Но буквально летом, когда был спад, работало у нас также четыре, потом пять, сейчас шесть бригад. Где-то у них больных эпидемиологические, как мы называем, больных с ковидом. А сейчас в сутки за смену выходят где-то 60-70 больных на шесть бригад. На износ, мне кажется, работают в таком состоянии. 10-12 вызовов – это та средняя нагрузка, которая для медицинского работника вполне по силам. Потому что не все 60 или 70 человек соглашаются, кстати, ехать в больницу не все. Допустим, 20-25% остаются дома, дают отказ. То есть там не нужна им госпитализация, не нужна стационарная помощь. Они вполне могут лечиться дома. Увеличивать не собираетесь количество? Если произойдет увеличение, мы в ручном режиме, мы в течение дня можем это сделать. В течение любого часа увеличить количество таких бригад. Люди есть, готовые на эту работу, потому что здесь силой никак нельзя заставить. Это именно желание. И, кстати, вот у них в этих бригадах люди, наши работники, переболело 2 или 3 человека, и все у нас. То есть люди понимают, куда они идут, с кем они контактируют, кого они лечат, кому они оказывают помощь. Интересно, что они как раз в зоне риска в высокой степени. Именно заражение там, где его не ожидаешь. А у нас были контакты, и заражение происходило после, допустим, революционная бригада приезжала на вызов, падение с высоты. Но откуда можно знать, что у него ковид? Больной, у которого инсульт случился или инфаркт случился, тяжелое состояние, тоже не знаем. А потом приходят результаты анализов и больной с ковидом. Это уже со стационара когда? Конечно. Вот и в других регионах мы видели, и здесь тоже у стационаров. Мы видели, когда машины скорой помощи, скажем, в очереди стоят. А как это вообще происходит ожидание? Никогда же такого не было, чтобы у нас машины скорой помощи в стационаре стояли в очереди где-то. Но когда был рост летом, и сейчас вот опять есть значительное увеличение таких вызовов, если приезжает 3 или 4 бригады, или 5, или 6, или 7, мы, смотря по состоянию больного, делаем, допустим, элементарное действие. Это больной с ковидом, больной с ковидом, больной с ковидом. Для того, чтобы не стоять там по несколько часов, мы в одну машину формируем, и находятся эти больные в одной машине. И уже бригады освобождены? А эти две бригады освободились и поехали на другие вызовы. Потому что другие люди точно так же болеют, и мы не имеем права на экстренные вызовы опаздывать. Опять же, и в социальных сетях сейчас, и к нам обращаются в редакцию люди, когда говорят, сейчас выезжают только к коронавирусным, и вот у меня случилась там с давлением беда, я ждала скорую 6 часов. Как, если можно так сказать, вы выбираете, к кому поехать в первую очередь? Экстренный вызов – это вызов, когда есть угроза жизни больного. Это инфаркт, инсульт, травмы, ДТП, отравление, кровотечение, роды и так далее. То есть вот это все экстренные вызовы. Туда мы выезжаем в течение и должны доехать за 20 минут. Здесь никаких нарушений с этой стороны нет. И это больные, которые госпитализируются. Вот из всего количества вызовов, которые мы делаем, допустим, я вот сказал 1200-1300, да, сейчас, всего 30% мы доставляем в стационар. Остальные остаются дома. Это значит, это не экстренное? Это значит не экстренное, это значит неотложная помощь. Это значит, больной мог обратиться в поликлинику. Это значит, ему должны назначить лечение, откорректировать и так далее. Это вот головные боли, это температуры, там, допустим, день-два до некритических цифр повышения. Но такие вызовы вы же тоже не игнорируете? За сколько времени там максимально вы... После освобождения с экстренных вызовов. То есть это и может реально быть и 6 часов? Это может быть и 5, и 6 часов, вот особенно, когда вы понимаете, что такое, допустим, 200 или 300 ОРЗ, которые поступают в течение там смены. Они поступают, как правило, не ночью. Они поступают днем и вечером. Когда люди начинают вспоминать, что у него температура, и что он днем никуда не обратился, и вот эти вызова накапливаются. И они накапливаются, потому что другие вызовы, экстренные, они-то тоже не уменьшаются. Если сейчас смотреть по цифрам в Красноярском крае, да, по статистике и по России, очевидно, что ситуация гораздо сложнее, чем мы уже переживали. Вам по-человечески страшно сейчас, что будет дальше? Тревога и ответственность, что мы, скорая помощь, это мы единственные, кто первые. И если нас не будет, то будет тяжело всем, и поликлиникам, и стационарам, и так далее. Поэтому задача сберечь наш персонал, вот за это тревога и за это страх есть, чтобы как можно меньше болели. Именно кадры, сохранить кадры. И точно так же мы и людям говорим на вызовах. Берегите себя. Берегите себя, вы тем самым сбережете нас. Потому что иначе мы тогда к вам не будем ездить. Но некому будет просто поехать, или вызова будут, как вот в соседних наших областях, там до трех суток лежат вызова. Вы сейчас, я так понимаю, поспокойнее себя чувствуете, потому что вы поставили прививку от коронавируса. Да, ровно неделю назад я поставил. Я настроился психологически. У меня жена тоже на скорой помощи работает. Она переболела летом. Нас с сыном это не коснулось. И торопил там своего заместителя. Говорю, звоню, узнавай, когда мне можно идти. Когда мне нужно идти. Не из-за страха, а из-за того, чтобы мне внутренне... Вот неделя прошла, хотя через еще две недели повторная будет вакцинация. Сейчас как, нормально себя чувствуете? Абсолютно. Вот поставили. И я даже забыл к вечеру, что мне поставили вакцину, а тем более на следующие дни. Аналогично, что от гриппа вы поставили. От гриппа больнее ставилась она, чем от этого коронавируса. Поэтому, ну, спокойно и психологически я вот уже уверен, что я не буду болеть, если что-то случится. Вы все равно в маски же ходите? Обязательно. Я говорю в парикмахерскую, вот прихожу, мне говорят, у вас мозоли вот здесь откуда-то. Я говорю, так все это профессионально. Никогда в таких местах я не думал, что могут быть мозоли. А это от маски. Я хочу пожелать и вам здоровья, и вашим коллегам, потому что, собственно, если вы будете здоровы, мы будем в безопасности, как вы сказали. И будет кому к нам приезжать, и будет кому нам помочь, если мы будем в этом нуждаться. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был Сергей Скрипкин. Это главный врач станции Красноярской скорой медицинской помощи. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»